«Мне не нравится твое лицо!» Трэйси вздрогнул. Примитивное существо, называемое охранник, буравило его разъяренным взглядом. Трэйси быстро проверила работу скафандра. Все было в норме. Скафандр со стандартной системой голограмм Liquid Face 2 всегда работал безукоризненно, помогая Трэйси с легкостью создавать любой образ, что позволяло ему обманывать недалеких обезьян, что по ошибке называют себя людьми. Но сейчас что-то пошло не так. Этот абориген на проходной завода Митчелл явно что-то заподозрил. В чем дело? Вежливо поинтересовался Трэйси на чистом русском языке, загруженном в звуковой модуль скафандра. «Я тебя здесь раньше не видел! Ты чик будешь!» «Я сталевар стажер!» Без запинки отвечал Трэйси. Другие обезьяны, что входили на проходную, останавливались. И Трэйси с беспокойством почувствовал, как эманации удивления, осуждения и недовольства начинают нарастать вокруг него. Еще раз он быстро взглянул на невидимую для человеческих глаз панель скафандра. Все в порядке. Тогда почему все вокруг так странно реагируют на голограмму, созданную им по образу одного человека, который был их внештатным рабом? «А ты случаем не бориска, Моисеев?» Со смехом спросил Трэйси охранник. Все вокруг заржали лошадьми. «Нет, я Корнеев, Володя». «Имя-то у тебя мужское, а одет ты как...» «Это как так случилось?» После сих слов окружающие тоже посчитали нужным вступить в беседу. «Димон, это че за...» «Кореж твой?» «За...» «У тебя че еб...» «Слишни?» «Да ладно, Димон, я так просто шутканул». В этот момент Трэйси понял, что операция его по изучению примитивных технологий местных аборигенов потерпела фиаско и он стал медленно тесниться к выходу. В этот момент окружающие его металлурги казались ему демонами, и он на все оставшееся свое существование запомнил те лютые удары, что обрушились на его изнеженное шелковистое лицо. Субтитры создавал DimaTorzok